Меня двинуло то, что мы нефтяная страна. Я говорю, мы можем это сделать? Они говорят, можем. Тогда вперед. Почему мы сами не можем это добыть и произвести? Слушайте, ну вот это классный лайфхак, да? Прийти к клиенту и спросить, что тебе нужно, чтобы увеличить свои же продажи, да? Да. На самом деле, что нужно инвесторам, надо спросить у местных инвесторов. То есть вы покупали завод, по сути, с неработающими печами, да? То есть вы понимали, что это все нужно восстанавливать, да? Условие было такое. Пока мы не договоримся, мы не выходим. Но у этой школы задачи зарабатывать нет. Мои дети тоже будут здесь учиться, если поступят. И я буду платить деньги. Меня не знали такие, как вы, наверное. Я хочу, чтобы было богатых, умных, образованных детей у нас в стране больше и больше. Осенью вы попали в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. На 46-й строчке. 46 лет. Вы согласны сами с такой оценкой? Я не знаю. В смысле, как на это соглашаться или не соглашаться. Потому что это так абстрактно. То есть это ничего не значит. 43-й или 51-й ровно ничего для меня не значит. Потому что я и не рвался, я и не пытался, я никого не просил. И, соответственно, эти цифры мне ровно ничего не значат. Но когда вы узнали о том, что вы в Форбсе, вы же все-таки бизнесмен, и вы наверняка читаете Форбс. Да, читаю. Было приятно? Не то, что приятно. Это было немножко неожиданно. Честно говоря, я не знал. Мне, мы давали интервью в Форбсе по Харбаеву, интервью в видео. Он сказал, что я попал в рейтинг. Было неожиданно. Я даже не успел. Приятно, не приятно. Я даже не знал. Вы не связываете это с тем, что вы стали публичным именно в этом году? Ну, то есть я вот помню очень хорошо ваше интервью Бейбету Альбекову, когда, в принципе, ну, я думаю, многие, по крайней мере, мои коллеги на рынке узнали о вас как о бизнесмене. Ну, наверное, после того, что я стал немножко медийным, немножко узнали. Ну, за год вы стали немножко медийным. Я, готовясь к этому интервью, пересмотрела все ваши интервью. Вы в этом году прям хорошо поработали. Ну, на самом деле, если вы, ну, у нас, как вот там, Инстаграм, я только неделю один раз только выхожу. И то, если есть повод, да, если есть какие-то идеи, мысли, вот прям точные какие-то моменты, только тогда я выхожу, меня просто много моих друзей пытали два года, чтобы я вышел, открыл аккаунт, наконец-то, чтобы про меня узнали. И так сложилось, что они, как бы, меня за эти два года убедили. И просто это совпадение, и так получилось, что мы открыли, буквально здесь, в Весентайе, и вот эти, там, сорок тысяч я набрал, там, в течение двух дней. Кран, вот мы сидели, хуяны, ужинали, прям так, вот, ага, вот, включаем. Я вот прошу, там, та-та-та-та, он что-то сделал, написал, объявил. Вот мы, наконец-то, открываем, жмой, ага, Инстаграм, и прямо, вон, прямо мы стояли, пока мы ужин не закончили, и там набралось, там, 20-25 тысяч. Мы о вас не знали, вот, до 2022 года. Почему? Потому что вы на тех рынках, которые, в принципе, малоизвестны, да? Ну, то есть мы, там, знаем, кто занимается, условно, там, Исентайм, кто занимается, там, не знаю, супермаркетами, да? А у вас, вот, вы специально выбирали такие ниши, где, ну, по большому счету, нет конкуренции? У вас Каражал Аперейтинг, да? Потом, между Карагандой и Астаной, Сарапан Аперейтинг, да. То есть вы там добываете, в Каражал Аперейтинг вместе с Халибертоном, вы добываете барит, да? А в Сарапане? Известняк. Известняк. Ну, мы добываем, дальше производим продукцию. Не, на самом деле, вы правильно заметили, что я пытаюсь заниматься теми бизнесом, где не так уж легко, ну, всем подряд этим заниматься. Во-первых. Во-вторых, это капиталоемкий, наукаемкий. И, как бы, ну, немножко другая сфера. Не так, чтобы там каждый мог этим бизнесом заниматься. Я думаю, даже каждый с десятой не может этим заниматься. Ну, так получилось, что, вот, я, например, смеюсь, иногда говорю, казахи, как только там зарабатывают деньги, тут же открывают ресторан, там, или там сауну, или там, не знаю, СТО. Я говорю, зачем? То есть, немножко подумайте своим сервисовым беществом и сделайте что-то другое. Я всегда говорю, что пытаться надо делать что-то другое, которое невозможно, ну, или, по крайней мере, тяжело другим это делать. Я пытаюсь, ну, у меня задача, что каждая моя отрасль, где я нахожусь, я должен стать первым. Я должен быть лучшим, я должен работать с лучшими, я должен быть партнером первыми. Ну, это не в казахстанском масштабе, а в мировом масштабе. И если какие-то такие планки ставишь, тогда, получается, мы занимаемся теми вещами, которые, условно говоря, тяжело всем подряд этим заниматься. Румовик Иксибелькович, что производите на этом заводе? Мы производим два продукта. Ферросиликомарганец, так называемый ферросплав, и электродную массу. А сколько тонн готовой продукции в год? Мы ферросплавы производим в год. Порядка 40 тысяч тонн, планово. И электродная масса тоже 40-45 тысяч тонн в год. Мы можем это прямо увидеть, да? Я просто тогда в жизни не видела, как это выглядит, например, электродная масса. Электродная масса – это именно тот продукт, который занимается импортозамещением. Раньше электродная масса в Казахстане импортировалась. Очень много из Китая, из Украины, из России. Мы сейчас более 70% импорта остановили. Мы увеличиваем устойчивое свое качество, количество. И не только Казахстан импорт закрыли, мы начали экспортировать на внешние страны тоже, такие как Грузия, Россия. А кто ваши клиенты? В Казахстане – Касром, YDD, Азиафералойс, Касферосталь. За границей – это Россия, Азербайджан, Грузия. Мы даже пытались отправлять на Польшу, Италию. Из-за вот этой ситуации в последних времен остановилась логистика, но как только все отрегулируется, мы начнем экспортировать. То есть первые наши продукты уже были там. Ответ очень положительный. Дай бог, мы получим хороший результат. Можно посмотреть, да, завод, он такой большой? Да, пойдемте, во в том сядем, пешком не пройдем. Далеко ехать, да? Да. Алимкулага здесь работает с 85-го года. Баласы у нас тоже работает. Начальник цеха, да? Именно электродного цеха. Мы из-за него, после его убеждения, мы начали вкладывать в электродный цех и восстанавливать то былое, слава которой было. Мы сейчас все это восстановили. Слушайте, а какого года вообще сам завод? 81-го года. Именно электродный цех. Именно электродный цех. 81-го года. Сам завод 62-го, 64-го года. А вы этот завод у кого покупали? У банка. У Сбербанка находился в залоговом управлении. Предыдущих хозяева взяли крипт, и были какие-то проблемы. Мы договаривались и купили у Сбербанка. В 2018-м году. И с тех пор тихо-тихо восстанавливаем. С 2018-го года сколько вы сюда инвестировали? Мы туда инвестировали в порядке почти 15 миллионов долларов. Вот как раз этот цех электродный, 51-й, это наш флагман, это наше называемое фрико-хранилище. Мы как раз в этом году его запустили. Казалось бы, три простых емкости, но очень технологичные, очень необходимые для выработки объема и качества нашей продукции. А для чего вообще ее используют? Это для производства ферросплава. Это пропуска электричества для ферросплавных заводов. Казахстан импортировала с Россией, с Украины, с Китая большое количество, если точную цифру сказать, где-то порядка 50 тысяч тонн электродной массы в год. Мы сейчас почти 70% его импорта мы остановили, начали именно наш Тараский завод начал поставлять, внедрять. На самом деле, меня узкий круг бизнесменов, узкий круг этой отрасли меня знали хорошо. Меня не знали такие, как вы, наверное. Не только я. Да, я как бы широкая масса. Да, в смысле, вас знали ваши коллеги, наверное, да? Да, да, да. Больше вот так. Ну, я, например, с 2005 года занимаюсь также общественной деятельностью тоже. У нас была, есть Казахстанская ассоциация предпринимателей КАСКО, и мы то всех занимаемся общественной работой, и, соответственно, ну, меня знают широкий шлейф бизнесменов, скажем так. Вы же математик по образованию? Да. И химик, да, наверное? Нет. Ну, мы химию учили в школе. Просто вы добываете такие вещи, которые, ну, в смысле, обычный человек вот не поймет, для чего, например, добывается барит. Не, на самом деле, Динар, здесь получается какая вещь? Казахстан очень богатая страна. Мы же всегда хвалимся, что все как бы менделеевские формулы у нас все находятся, практически все находятся. В основном в Карагандийской области и в Восточно-Казахстанской области, да. Вот. Можно просто прямо по элементам пройтись, чего много, чего не хватает и для какого отрасли нужно. Если его анализировать, получится, у нас нефтяная страна, там, металлургская страна, у нас того есть, того нету, и там методом логики изучения это можно, условно говоря, разузнать, узнать. в аналогии вот этого Борита, кальций-карбонат, так и случилось. Меня двинуло то, что мы нефтяная страна. Почему мы сами не можем это добыть и произвести? Почему мы это импортеры? То есть, меня двигало вот это. И после этого я начал изучать, где наши недры. И так получилось, что то, что я занимался совершенно другой отрасль, оказалось, нужно для нефтяной сферы. И так я начал развивать именно тот бизнес для нефтегазовой отрасли. И чем глубже, тем больше начал узнавать отрасль, сферу. Но я пересмотрела ваше интервью. Вы говорите о том, что по большому счету ваше совместное предприятие с американской компанией Хеллибертон это ваша инициатива. То есть, они привозили Борит и в принципе их все устраивало, да? на горизонте не появился Жумовик Жанакулов, который сказал, я вам найду этот Борит в Казахстане. Не только, мы несколько продуктов мы заместили в итоге, да? Получилось так, что давайте мы найдем качественную, ну, создадим качественный завод, который необходим вам и целой отрасли. И с этого и началось. По большому счету, можно же, в принципе, так посмотреть рынок, да? Что у нас больше импортируется и, в принципе, производить это здесь, найти просто, это? Я по этому поводу несколько раз говорил еще в разных совещаниях, в том числе с участием наших чиновников, что можно сделать, что можно производить в Казахстане. Я говорил, открываем ТНВТ-код, ТНВТ-код, это, у нас на каждый продукт есть код, уникальный код, там, 16-значный. У каждого кода есть товар. Этот товар кто-то привозит, там, эту чашку привозит, там, какая-то компания. И по нему можно узнать, сколько этого количества завезено в год. И найти этого предпринимателя, этот бизнес и сказать ему, слушай, что мы можем для тебя сделать, чтобы ты этот продукт производил в Казахстане? Кто это должен сделать, государство? Да. Или же тот человек, который этим бизнесом занимается, да? Вот так и начинается. Бизнес, оно так и начинается в сторону производства. иначе все мы будем привозить, продавать. Но многим же легче там это все в Китае закупать, например. Но есть вещи, которые интересно производить здесь. Да, я согласен, что все подряд производить невыгодно. Есть позиции, где Китай в день производит больше, чем весь Казахстан потребляет в год. Это невыгодно. Но есть много вещей, я уверяю, которых можно и нужно производить в Казахстане. Вот я, например, так получилось, что мы с партнерами добились до такого уровня, что мы уже начинаем, как вы говорите, голубой океан, свой рынок придумывать. То есть, мы убеждаем наших клиентов, что потребляя нашу продукцию, вам будет лучше, вашему производству лучше. И так далее, и так далее. И тем самым мы рождали новый рынок, новый маркет, новую продукцию. И я думаю, так можно сделать буквально многим-многим продукциями. Просто глубокие аналитики и какой-то там уверенности, может быть, какой-то инфраструктуры со стороны государства может быть, не хватает или недопонимает. И она вот так, к сожалению, как бы тянулась. Но если идти по вашим следам, то нужно посмотреть не только рынок, что больше всего импортируется, но нужно посмотреть, кто заинтересован в этом, прийти к ним, как вы сделали с Холлибертоном. Сказать, что государство может сказать, что мы можем сделать для вас, чтобы мы могли это произвести. Вы ходили к государству? По своим проектам? Да. Ну да, ходил. Ну в смысле, я ходил, потому что это была моя инициатива. Я ходил по министерствам, по акиматам, доказывал, рассказывал, конечно. Сколько лет вы ходили? Ну, по одному проекту я ходил семь лет. вру, шесть лет. А строил один год. По второму проекту мы ходим, тоже ходили где-то шесть лет, вот в течение года-полтора достроим. А в чем проблема? Что это? Что можно решать шесть лет? Это у нас такая бумажная бюрократическая работа. То есть, понимаете, как получается? У нас, например, у каждого госструктуры есть регламент. вы подаете документ, он должен в течение 25 дней ответить. Там прямо по закону написано или 30 дней, или 40 дней, или 45 дней. Если этот орган ответит днем ранее или неделю ранее, какой-то орган может обвинить того органа, слушайте, ты коррупционщик, почему ты именно этому помогаешь? Соответственно, они просто тормозят, ждут следующего этапа. или же нехватка банального кадра, которые могли бы ответить на те или иные запросы бизнеса. А как это упростить? Какие нормы нужно принять для того, чтобы помочь вам таким производственникам, которые готовы что-то делать? У них у всех же есть терпение 6 лет ходить. Абсолютно человеческий фактор. И у нас нет у чиновников некого полномочия или некой силы ответственности, потому что их просто зажали, их просто загнали в угол. Кто зажал? Система. Система загнала в угол, и они не могут раскрыться. То есть они не могут инициативу свою показывать. Если что-то покажут, тут же их сносят. У меня как раз по Сакаровскому проекту был случай, мы месторождение оформляли. это целый регламент. Пишут министерство, Акимату, согласовываются, кронологи, все такое, все такое. Через какое-то время бедного Акима Сакаровского района вызывают этот ДР или кто там, я не знаю, как их зовут, вызвали и обвинили в том, что они мне помогают. Хотя государство говорит, Аким, вот он инвестор, ему помогай. Понимаете? Парадокс. Я это даже, я его не помню. Если я сейчас увижу сейчас, я его даже не узнаю. Этого просто человека, не знаю, он чиновник, он хотел нам помогать, он пытался нам помогать, но его просто загнали, как будто он там коррупционер. Хотя его не знаю даже. А он хотел помочь, потому что в его район приходят инвестиции. Я инвестирую деньги, там будут новые рабочие места, лозунги, все красиво, все хорошо. Она его просто, и он не хочет. И он не хочет. Вы даже не поверите, по Сагаровскому району, там просто из-за бюрократической вот этих билиберды, мы там год-полтора просто там по оформлению земельными вот этими актами, госактами, мы просто оттянули время. То есть просто невозможно было иначе его делать. Процедура была такая. обвинять кого? Я не могу никого. Система такая. И я вот всегда провожу, я бы не на сколько интервью тоже говорил, наши партнеры, бельгийская компания, в 15-м году в четырех странах параллельно один и тот же проект начали. В странах Оман, Таиланд, Казахстан, Вьетнам. Кроме Казахстана трех странах в течение четырех лет запустили завод. Запустили, построили и запустили. Так вот, Оман, Таиланд, Вьетнам, что они такие умные, далеко от нас ушли? Нет. Они там построили или за бизнесом нужно, вот у вас у нас там у любого бизнесмена появилась идея, важно, чтобы это было быстро, эффективно, потому что за это время много чего может случиться, правильно? Чтобы это не тянулось, страна, мы должны быть очень, скажем так, быстрыми. Это и есть электродная масса, да? Да, это и есть электродная масса, казалось бы, такая незрачная. Похоже на уголь, да? Вот она, это электродная масса. Можно потрогать? Да. Слушайте, она вот прям как уголь. Да. И что с ней делают? Через него проходит электричество, ну, чтобы понимали, большое количество электричества, когда проходит, там, 30 мегаватт, он через себя пропускает тепло, у нас спекается, и она как бы превращается в ферросплавы. и таких продукции в Казахстане нету, мы единственные, наши конкуренты ближайшие Россия, Украина, Китай. А как вы продаете, то есть вы его потом куда грузите? Прямо вот и вагоны грузим, и отправляем по всей географии. Но сам процесс здесь очень важен, что вот эти ферросплавные заводы, мы проходим как раз таки опытные испытания, вот наши сотрудники ездят по этим клиентам, показывают, рассказывают, мы там, что такое опытные испытания, там, месяц на одной печи проверяют, как она работает. После этого они начинают заказывать. Но эта процедура такая долгая, мучительная. Вот мы, как и ранее говорили, за последние три года увеличили объем производства в десять раз. И мы гордимся этим, и мы доказали, что мы можем. А сколько на рынке стоит однотонна? Ну около тысячи долларов. Однотонна тысячи долларов? Да. А вы в месяц сколько выпускаете? Четыре с половиной тысячи. Три с половиной четыре тысячи тонн. А вот так вот это ежедневно грузится и отправляется? Каждый потребитель свои кучи. Четыре тысячи это шестьдесят вагонов в месяц. Разделить на четыре недели это получается по пятнадцать вагонов в неделю. Ну примерно как нам компанию у нас началась вот эта взаимосвязь как бы сказать как джумейки направление дал, чтобы идите клиентами что не надо им. Насчет этого начали работать и началось у нас объем подниматься и клиенты начали к нам идти. А до этого мы 300 тонн выпускали в месяц. Никто про нас не знал. А сейчас вот это которое мы начали То есть вы пришли к клиенту и узнали их потребности? А что у электродной массы может быть там какой-то состав меняться и качество и у каждого клиента есть определенный запрос на качество? Раньше здесь производилось один тип все а мы говорим сейчас разным клиентам что вам надо одному нужно большое другому маленький физико-химические свойства разные мы уже каждому клиенту говорим условно говоря там зеленый красный фиолетовый оранжевый вы будете увеличивать объем производства до какой цифры вы хотите в месяц 5000 это возможно в следующем году это от чего зависит это надо новых клиентов находить доказывать но как я ранее говорил надо опытным промышленные испытания делать доказывать и у нас цеху тоже кое-какие узкие горлышки есть мы должны их переделывать мы уже научились дальше покажем что казахстанские скажем так подрядчики нам сделали восстановили норвежские печи кальцинаторы которые в 81 году до развала до развала советского союза была норвежская технология была построена эти печи она потом в общем остановилась вот мы когда купили в 18 году они практически не работали мы когда обратились самому норвежской компании сказали вы откуда появились такого нет уже но мы по чертежам ну как бы разобрались вот наши специалисты местные парадские ребята все это восстановили и мы сейчас работаем слушай ну вот это классный лайфхак да прийти клиенту и спросить что тебе нужно чтобы увеличить свои же продажи да вот наш президент он говорит о том что Казахстан должен быть такой страной куда прям инвесторы с удовольствием будут приезжать и вы как человек который работает с американцами с бельгийцами с кем вы еще работаете с китайцами с китайцами то есть вы точно знаете что нужно иностранным инвесторам чего они хотят на самом деле что нужно инвесторам надо спросить у местных инвесторов у любой экономики важный аспект это внутренние инвестиции внутренние инвестиции кто делает это бизнесмены собственные бизнесмены делают на них надо рассчитывать спрашивать что нужно для инвестора чтобы ну чтобы они вкладывали можно просто у рядового казахстанского бизнеса спросить а что им нужно им нужно стабильные понятные прозрачные условия ну просто видите вы же про месторождение а недавно вот задержали вице-министра да который как выяснилось там продавал месторождение молодой парень да там у него столько всего нашли в Алмате и дома и автомобили а он работал вице-министром это всего лишь вице-министр поэтому мне кажется что что у вас там все так сложно наверное это связано с тем что очень высокие коррупционные риски в том числе может быть но в то же время мы же говорим про систему про ну скажем так условия ведения бизнеса то есть бизнес это не только месторождение иностранные инвесторы не только за месторождение мы же например чтобы мы не должны быть сырьевым экономикой мы должны производить что-то еще такое для этого нужна среда для среды нужно понятные прозрачные условия у нас к сожалению налоговый кодекс очень часто меняется правила постоянно меняются мы иногда шутим каждый год у нас проходит совет директоров иностранцы вы смею спрашивают у вас что-то изменилось понимаете а это всегда очень а у них ничего не меняется а у них ничего не меняется и еще самое вот из моего опыта ну есть компания казахинвест когда наше правительство или глава государства ездит за границу они говорят едут показывают презентацию красивую говорят вот такие у нас месторождения или там такое возможно и так далее и пишут что может государство делать пишет государство может возместить 30% отложенных денег у нас никогда этого не было я ей говорю зачем вы это говорите если вы не собираетесь его делать закон есть и его никогда не делают а иностранцы за это цепляются когда делается бизнес план они говорят давайте мы на это будем рассчитывать давайте мы это будем просить я ей говорю не надо это просить этого не будет он говорит если это не будет зачем тогда говорите об этом понимаете это было при мне несколько раз я правительству говорю зачем презентовать те вещи которые вы не собираетесь делать чтобы завлечь так они же так иностранцы же это и просят потом вы же сами говорите на высшем уровне с участием глав государств с участием премьер-министров там министров очень серьезных но в итоге не было ни одного случая я не знаю может быть я ошибаюсь но я навряд ли ошибаюсь этого не было возмещение затрат 30% возврата денег не было они не собираются его делать ну так зачем об этом говорить понимаете вот из-за этого к сожалению мы некоторые свои скажем так ну лицо теряем потому что мы говорим одно делаем другое получается вообще третье то есть для иностранных инвесторов нужны четкие правила да они должны понимать и они должны быть едины для всех для американцев турков китайцев да и на этом надо стоять вот как только страна бизнесмены мы стоим на тех вещах которые мы говорим и тогда тихо-тихо она затягивает Казахстан сейчас обновляет свой iOS ну на мой взгляд да мы говорим о второй республике о новом Казахстане и я так понимаю что о новом отношении к бизнесу вы это на себе как-то чувствуете такое модное слово iOS у нас есть андроид еще не только на самом деле мы пользуемся телефоном когда она обновляется там пишется почему она обновляется потому что есть такие-такие-такие ошибки она обновляется но пользователь его не понимает разницу пока именно тот случай не появится соответственно сейчас те обновления которые есть я их не чувствую может быть они есть это не говорит о том что его нету может быть оно есть но я его как бизнесмен как не знаю там как гражданин этого общества я его не чувствую но президент сказал что он будет поддерживать бизнес и никаких проверок я вот читала еще глава антикора сказал что мы меньше ставить проверять то есть по большому счету бизнес трогать не будут вопрос проверять или меньше проверять это конечно это отношение но это не это самое главное самое главное хребет или там желание людей заниматься бизнесом его не надо ломать то есть если мы любого из нас желания что-то делать создать создавать это желание убьем никакая реформа никакой айос нам не поможет нам надо взращивать патриотов нам надо взращивать там ребят которые хотят заняться изменить что-то а если их не там их выкидывать там или там какие-то препоны ставит и так далее и так далее никакой айос никакая реформа даже будет налоги ноль это не поможет а если бы вы учились в Саргаше откуда вы родом и окончили бы школу свою Саргашскую родную школу ваша судьба как-то сложилась бы по-другому на этот вопрос не сложно ответить но наверняка это было по-другому потому что знание РФМШ немножко другое видение другое линия образования была другая я так думаю так так же мы так же мы жили очень мы жили еще в интернате там учились со всего Казахстана дети и мы общались а вот идея открыть школу она когда зародилась именно эту школу именно эта школа ну это идея эта школа зародилась лет 5-6 назад что в Казахстане на самом деле не хватает хороших школ так как мы ранее говорили что я учился в интернате а в интернате учились в основном аульские дети мы тоже хотим чтобы здесь учились с регионом дети могли получить лучшее образование и мы как-то способствовали этому развитию для меня эта школа не бизнес это я строю и передаю фонду который управляет школами это будет школа Нурорда Нурорда Алматы а на сколько места она рассчитана она рассчитана на тысячу мест тысячу детей тысячу детей а сколько из них будет бесплатно учиться ну я думаю где-то порядка от 20 до 300 процентов а как попасть как получить этот грант экзамен ну как и везде подбираем лучших детей которые через экзамен поступят после этого дальше будем учить их развивать а кто будет оплачивать их обучение в этой школе ну концепция таких школ заключается в том что условно говоря богатые дети платят умным детям во всех мировых школах она так она есть то есть почему например большие школы университеты то есть условно 700 детей будут платить за 300 детей которые будут учиться не надо его так считать то есть мы эту школу будем всегда поддерживать мы можем возможно будем датировать но у этой школы задача зарабатывать нету у этой школы зарабатывать только для развития самого себя в том числе выдачи грантов для детей которые не могут оплатить учебу у нас в Казахстане сейчас модно открывать школу потому что во-первых государство выдает субсидии да во-вторых ну есть такой запрос частные школы и многие бизнесмены в том числе известные берут очень большие деньги у государства для того чтобы построить школу и потом еще зарабатывать на этой школе нет наша концепция не такая то есть лично я и мои друзья эту школу не только я строю эту школу строят я и мои партнеры друзья то есть вы купили участок мы купили участок мы на свои деньги до сих строим мы наверное финансируется будем ну банка ну коммерческую банку кредит возьмем возможно но то есть до сегодняшнего момента вы это все строите за свой счет да это ваш договор с Халибертом да сколько здесь страниц ну много больше 500 кажется да прям знаете как упаковка продается бумаги да обычно договорчик это там 3-4 страницы у вас здесь сколько тысяча страниц ну здесь больше 50 страниц я хочу сказать здесь такой маленький кейс история с этим с этим заключением договора главный юрист этой компании мы с ним сидели у них юристы много там потом с моей стороны были два юриста и этот еврей он говорит Жумабек ты должен каждое предложение прочитать понять если не понял спроси нас что мы имеем ввиду то есть не было такого что давай что-то прокатим что-то не прокатим это было каждое предложение они вот читали все на английском языке да основной договор у нас был на английском языке читали и говорили ты понял и мы имеем ввиду вот это это было очень важно да и не было такого что там из-под стишка что там подставить там что-то убрать Вот здесь в тысячах страницах, то есть, как вы делите прибыль, я не знаю, как вы там, сколько денег, как вы строите? Вот, например, там есть много чего, и они говорят, в будущем, если сото случится, по какому-то случаю, мы открываем и говорим, мы договорились вот так. Открываем и пошли дальше. Это для этого. Слава Богу, мы к этому еще, мы уже больше, сколько там, семи лет, мы ни разу не открывали. Слушай, Михаил Эбертон входит, по-моему, в 500 лучших компаний мира, да? Входила, да. Входила. Она же такая меняющая, рейтинг, да. Ну, это серьезная компания. Вы казах из Сарагаша. Да, из Дарбазы. Из Дарбазы даже, да. То есть, у вас такой уровень английского языка, что вы можете спокойно вот так вот сесть и внимательно прочесть договор. Нет, я нанимал юристов, казахов, кстати, и они помогали мне в этом. То есть, я, конечно, знаю английский язык. А у вас не было страха, что где-то все-таки что-нибудь там вы упустите? Нет, для этого мы нанимали, я же говорю, мы нанимали юристов, которые мне помогали, но когда мы с ними общались, для меня было это всегда, ну, я этот кейс, ну, друзьям. Я первый раз, кстати, этот договор вот так показываю, его, в смысле. Нельзя показывать? Его нельзя там раскрывать, да. Не, ну, мы трогать его не будем. Но смысл был в том, что, то есть, мы сидели, большой офис вот этой юристской компании в Голландии, зашли, сказали, мы пока не договоримся, не выйдем. Мы были 24 часа в здании, на этаже. То есть, вы все это время изучали договор? Мы все это время вместе изучали. Нет, до этого мы почти год там переписывались, мои юристы, условия и так далее, и так далее. Это была финальная версия, где мы должны были соглашаться и подписываться. И это было так. Слушайте, ну, это классный пример, да? Условие было такое, пока мы не договоримся, мы не выходим. Там есть комната отдохнуть, там, не знаю, уборная, поспать, там, не знаю, все что угодно. Но мы из этажа не выходим, пока не договоримся. Условия были такие. А вот ваше сотрудничество с Хэлли Бёртоном потом помогло вам открыть двери к другим компаниям? Конечно. Многие из последующих моих бизнеса, они брали рекомендацию, скажем так, от моих партнеров. Я им сам давал. Вот такие вот компании, вот такие люди. Они переписывались, встречались и спрашивали. Это, конечно, большой импульс для познания меня. То есть нашу компанию для того, чтобы, да, есть такой человек, есть такая компания, которая делает то-то, 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 это играет очень большую роль именно в части репутации. Я вот, честно говоря, первый раз вижу договор с американцами, да? И я теперь понимаю, почему у них все работает четко, да, там работает система, потому что все прописано. Вообще бизнес должен быть все прописано. Вообще бизнес сама по себе, холебертный, нехолебертный, там, маленькая, большая. У нас хаос всегда. У нас должно быть все прописано. Ну, у большинства бизнеса в основном хаос. У нас, например, даже говорят так. Ну, просто люди могут на... Многие бизнеса даже не знают... На словах, например, говорить. Зарабатывают или не зарабатывают деньги. А вы каждый день видите сводку, сколько вы заработали? Когда большой бизнес, когда есть производство, там не сводка зарабатывания денег, сводка работы, стабильной, правильной работы. Это как раз пульт управления нашего электродного цеха. Я думала, пульт выглядит, знаете, там такой огромный пульт, куча кнопок. Сейчас вот эти три наших емкости, которые как раз-таки производят, не производят, а подготовку делает ПЕКО. А что вы записываете? Записывать температуру с утра. А, то есть вы контролируете температуру, да? Классная у вас работа? Просто смотрите, да? Раньше у нас, когда пульты были, как вы сами сказали, здесь огромные... Да, я думала, что пульт это, знаете, что-то огромное. Здесь служило четыре человека. Вот после реконструкции это все на одного человека все вот это пришло. Автоматизация вся. Здесь компьютером просто управляется и заливается. То есть вот так вот заводом можно вот так управлять, да? С двух мониторов? А сколько стоит вот так вот, чтобы все упростить? Ну мы именно, именно в это управление порядка сколько мы? Миллиард? Не, какой миллиард? Сколько мы вложили? Почти полтора миллиард деньги мы вложили именно только сюда. Там внутри ПЕК почти 200 градусов, он постоянно держит температуру. А раньше как было? Раньше тяжело было, а раньше вот на улице склякать, вот этот человеческий фактор, там у вас набор. А сейчас вообще не выходя из пута, просто не управляют. То есть здесь люди не нужны, да? Вообще не нужны, просто компьютер наблюдают. Вы же здесь у папы, да, получается, работаете? Или сейчас уже коллеги, да, с папой? Коллеги, коллеги. А вы вот с какого возраста на этом заводе? С 20 лет здесь я уже. С 20 лет? То есть как классно, когда знания вот так передаются из поколения в поколение. Вы своих детей тоже будете? У меня дед здесь работал. Даже дед работал? Да, потом отец, потом я уже здесь. Я с 2008 года здесь работаю, у нас вообще ничего не было. У нас в 81 как года остались, так и остались. Мы как с 2018 года начали наращивать объемы. Мы раньше выпускали месяц, когда я сюда устроился, 300 тонн в месяц. А сейчас мы выпускали 3,5 тысячи. Это так стабильно. За два года мы уже объемы подняли, нарастили уже. 10 раз. Да. Круто. То есть электродная масса – это какой-то такой дефицитный товар, да? Нет, это необходимый товар. Он не дефицитный, он необходимый. Он имеет быть конкурентным. Мы сейчас отправляли продукцию, ранее говорил, в Италию, Польшу. Там же процесс идет опытное испытание. Как только мы опытное испытание проходим, появляются заказы. То есть это цена определяется рынком. И у заводов есть, если вот такие технологии дорогие, то есть это все можно было делать вручную. Ну, как и ранее делалось, да? Там, не знаю, 20 человек, 30 человек работало здесь. Она плавала постоянно качество. А сейчас у нас стабильные качества. За счет этого мы улучшаем объемы. Я удивлена, что так вот можно управлять заводом. А сколько человек работает на вас? 3,5 тысячи человек, кажется. Это огромная армия людей. Да. А большая ответственность. И вы еще являетесь председателем конфедерации работодателей Парыс. Да. То есть это вы возглавили эту конфедерацию, потому что вы сами являетесь работодателем? Нет. Во-первых, меня там избрали как председателя президиума конфедерации работодателей. Там сам себя это не может. Эта конфедерация работает уже более 20 лет в Казахстане. То есть туда входят работодатели с каким количеством людей? А там нету, там два и более людей. Я почему-то думала, что это какие-то крупные работодатели, у которых там от тысячи и более. Там есть и большие, и маленькие, но там нету ограничения части, сколько людей работает. Любой работодатель, который дает второму или третьему человеку работу, это и есть работодатель. То есть он может поступить в Парыс? Да. А для чего? Для того, чтобы совместно защищать наши интересы. Вообще Парыс, его функция на данный момент это социальное партнерство. Есть такое понятие трипартизм. Когда споры между работниками и работодателем происходят, иной раз она переходит, там, сразу работники жалуются на главу государства. Или сразу премию ниже. Она не должна быть. Она должна быть на правовом поле сначала. То есть для этого нужен как раз таки социальный диалог. И правительство тоже не должно там сразу бизнесу затыкать, что выполнять то, что они говорят. Так нельзя. То есть надо сесть трехсторонне, объясниться, почему так, почему так, и после этого принимать какие-то вердикты, решения. Вот мы за это. Вот мы сейчас занимаемся социальным партнерством, социальным диалогом между работодателями, работниками и правительством. Мы более того, мы являемся делегатами международной организации труда, также являемся членами международной организации работодателей, обмен опытами. Мы, скажем так, сейчас сделали ребрендинг, увеличили кадры, их некомпетенции выращиваем. Мы сейчас совместно с Министерством труда уже разрабатываем, работаем по улучшению закона о объединениях. То есть вы хотите сказать, что когда происходит условно какой-то конфликт, да, или, например, вот в женой зене часто бывает, что выходит какое-то определенное качество. Не только женой зене. Давайте не акцентирую только на женой зене. Ну, чаще всего. Нет. Ну, чаще всего это факт, да. Нет, это вы просто СМИ об этом больше говорят. Хорошо, но государство тогда становится на сторону всегда работников. Бизнесу, работодателям приходится идти на эти условия для того, чтобы там, ну, скажем, закрыть все вопросы. Не всегда, конечно, но да. Но мы за то, чтобы был диалог. Мы за то, чтобы был правовой диалог. Мы за то, чтобы был баланс. Мы за то, чтобы бизнес тоже мог объяснить свое мнение, да, выражение. Почему он так поступил и не смог поступить и так далее, и так далее. Потому что очень много вопросов касательно бизнеса тоже. Мы как раз таки защищаем интересы работодателей. Ну, это как банально говорят, курица, которая несет золотое яйцо. Если убьет бизнес, никакой социальной проблемы не решим. Понимаете, это всегда диалог. Мы за то, чтобы был диалог. Мы за то, чтобы был правовой диалог. Мы за то, чтобы могли сесть за стол и объяснить, почему так, почему сяк. Это и есть вот этот электрокальцинатор? Норвейская технология. Это, получается, есть сколько тоже этой печки? С первого года. Восстанавливается все восстанавливаемое. Корпус стоит, полный, шахта, вот это все. Здесь мы восстановили. Слушайте, здесь так тепло, да? Там, потому что внутри две с половиной тысяч градусов. И таких печей у нас четыре. И они тоже не работали до этого? Да, все четыре дни работали, мы все восстановили. Мы в следующем году будем восстанавливать, достраивать еще два. Мы научились. Я еще раз повторяю, что наши местные ребята, когда мы все это по чертежам, по технологиям прошлись, теперь они говорят, что они могут уже эту печь такую же сделать. То есть у вас еще есть две печи, которые стоят? Нет, мы будем снова. А, строить будете, да? То есть их можно так построить? Пять тысяч поднимать, но объем будет за счет него. А как так получилось, что вот эти печи, да, такие крутые, они вот просто стояли без работы? Ну, это же, ну, как бы, Советский Союз рухнулся, потом, он же, в советское время, как она работала? Вот эти печи, конкретно по Южному Казахстану, да, в Казахстане, она ориентир был, два-три клиента и все. Когда система промышленность рухнула, она стала никому не нужной. Вот она. И она что, вот так вот, два цвета просто простаила? Да, она не работала, она толком не работала. И когда вы брали у банка вот этот, ну, объект, то есть у вас, по сути, вы брали не работающие? Да, мы взяли предприятие на Баку, по сути, и мы его, то есть нашли, мы искали по принципу, что электродную массу Казахстан импортировал очень много. Он до сих пор импортирует, но до нас она импортировала, ну, там, не знаю, в год, там, 50 тысяч тонн. Мы знаем, а у нас есть, скажем так, ресурс, где мы могли бы это произвести. Вот оттуда пошла вот эта идея, давайте мы сделаем казахстанское, свое, и мы его сделали. А сколько у вас на этом заводе работает человек? 820 человек работает. А вот когда подходили к этим печам неработочным, вы думали, ну, не работает, не работает, да? Ну, да. И не думали, что они могут заработать? Никогда это не было. А оказывается, все можно восстановить, да? Ну, надо правильных людей мотивировать, найти правильных людей, которые могут найти нам решение. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Но мы поняли, что узкое горлышко нашего предприятия как раз таки эти печи. Но у нас останавливало то, что она норвежская, и сама норвежская компания отказывалась модернизировать эти печи. Я вот знаете, чему удивляюсь? То есть вы покупали завод, по сути, с неработающими печами, да? То есть вы понимали, что это все нужно восстанавливать, да? Что нужна куча денег сюда. Да, да. Нет, я же говорю, наш импульс был в том, что этот продукт нужен, Казахстан импортировал, и мы должны бы его как бы провести. Но нас останавливало то, что сам производитель этих печей отказывала нам ее модернизировать. Понимаете? Но мы собрались, вот. Я говорю, мы можем это сделать? Они говорят, можем. Тогда вперед. Вот вопрос стоял. Как я вам могу сказать? Первая встреча у нас в Чумихе. Вот вы тут сказали, что пришел, я сейчас буду встречаться. Он пришел, нас всех собрал. Не руководителя, а молодых специалистов. Именно собрал, и там же вопрос задел начинает. И мы ему объяснили. До этого, кто у нас приходил, они понимали нас, смысл, что хорошее дело. Вот руководитель нас понял. Клуб молодых лидеров, помните, когда? Да, да, да. Все собрал нас в Клуб молодых лидеров тогда у нас был. И там он вот все объяснил нам. Давайте вот ответить, давайте идея есть, давайте предлагайте мне. И мы себе предложили, они у нас услышали, и начали вот процесс пошел работать. Вопрос в этом только. До этого вас не слышали? Да, это сколько раз мы бумаги писали, просили, это все уже. Вот важно, да, слышать? Это наш продукт, ферросилика марганинс, который мы получаем, вот когда после слива остывает, потом его дробим, и потом отправляем нашим клиентам. А это для чего? Ой, это тяжелый, да? Это добавляются, ну, большие металлургические заводы, они добавляют к горячей стали, и она продает жесткость металлу. Вот эти швеллеры, арматуры и все такое. То есть практически можно сказать так, 100% арматура в Казахстане, там частица нашего Тарасского металлургического завода есть. Ну, чтобы вы понимали, на одну тонну арматуры добавляется этого дела всего 20 килограмм, но она дает прочность. Сколько раз в жизни вы платили за свои ошибки? Платил? Платили. Нет, я признавал ошибки. Это можно вот так. Я вот человек, если я ошибаюсь, я признаюсь. Почему это очень важно? Когда человек свои ошибки видит и не признается, он, соответственно, не действует. Самое важное, надо признавать свои ошибки. Вот ты когда признаешь ошибки, ага, я сделал то-то, то-то, то-то неправильно, давайте сделаем правильно. Но это как-то не по-казахски. Ну, это по-человечески. Это должно быть так. И это как раз-таки помогло мне с Хальбертоном потом сотрудничать. То есть я признался в ошибке, которую я сотворил. И когда они увидели, узрели, что я признаюсь, для них было на тот момент удивление. И в итоге она мне помогла идти следующим шагом, предлагать им новый бизнес. Если бы я не признавался, был упертым, что доказывал, что я прав, даже если я прав, они сказали, все, мы тебя поняли, и до свидания. То есть следующие ворота не открывались бы. Соответственно, для бизнесмена, для бизнеса, вообще в целом, для человека признавать свои ошибки очень важно. И, соответственно, все мои ошибки, это мои ошибки, которые дали мне опыт, компетенцию, знания. И таких, наверное, на порядок, я их как бы не считаю. Я считаю их там багажом опыта. Открывали мне новые идеи, новые ворота. А почему вы не делитесь своими знаниями, своим опытом, с огромным бэкграундом на бизнес-форумах? Что-то я вас ни разу не видела там. Не, на самом деле я выступал, выступаю на разных форумах, бизнес-форумах, но не на масштабных, наверное, ну, как вы. И я, ну, я же не коуч, я же не человек, который там... Но у вас есть опыт? Да, но у меня опыт там, то, что мой опыт. Но он тоже интересен, судя по охватам, по просмотрам, он интересен. Я согласен, но мне не нравится, это мое мнение, мне не нравится, когда я за деньги кому-то что-то отвечаю. То есть это мне... Мой разум это не принимает. Я никак не могу через этот барьер... Ну, бесплатно можно? Ну, бесплатно, но... Я делаю, кстати, бесплатно, эти вещи я делаю, но масштабные какие-то форумы, где все время платные, ну, я не могу. И, соответственно, я, например, сейчас принимаю решение, хочу больше детям, студентам. Если меня приглашают вузы, и университеты, и там школы, лидеры школы, я пойду с удовольствием, помогу этим детям поделиться своим опытом. Еще один ваш проект, тоже меценатский. Да, немножко. Не мой, а наш, да. А что здесь будет? Здесь мы будем... Ну, как мы будем? Есть такой фонд, общественный фонд «Мухалим». Ребята-основатели пришли, нас убедили, моих друзей, партнеров, что они рассказали, что в Казахстане очень острая нехватка учителей. В будущем, через буквально 3-4 года, нам, ну, в Казахстане будет строиться тысячи школ, должны построить тысячи школ, не хватает учителей. Это первое. И второе, качественных учителей, тем более, не хватает. А мы тем самым хотели сделать так, чтобы в этом здании учились дети, ну, студенты, которые хотели бы быть будущими учителями. Это студенты. педагогических университетов. Мы им даем стипендию, плюс они живут в первоклассном таком, ну, таком общежитии. Здесь есть комнаты для проживания, кухня, столовая. То есть это будет общежитие для будущих педагогов? Или же здесь у них будет проходить повышение квалификации? Нет. Это общежитие будущих педагогов, студентов, которые проходят, кроме того, что они учатся обычных университетов, они здесь переквалифицируются, дополняют свое знание, структурируют знания. Ну, в общем, простыми словами, мы будем помогать, чтобы выпускали топовых преподавателей, топовых. Что нас вдохновило? Есть наш атамминс Каншапэ, он из Баянаула, он, когда будущий был академиком, получается, Казахской академии наук, он каждый год из Аула вытаскивал 8-9 детей из Аула. В итоге казахстанская, Казахская академия наук, в итоге из 45-ти, говоря, 35 академиков было из одного Аула. Из одного Аула. Не из самого Казахстана, из одного Аула. Вот эти моменты. Та школа, где я учился, ФМШ имени Жалтыкова, Жалтыкова, там то же самое делал, он просто из Аула вытаскивал детей, который им помогал, чтобы они учились и развивались. То есть здесь мы хотим, чтобы значимость преподавателя была подобающая, чтобы они гордились. Ну, это самое как бы хорошее место в городе, современное. Находится на Альфа-Раби, да? Ближе к Альфа-Раби, да. Здесь сколько? 9 этажей? 8 этажей и плюс терраса. У нас будет 6, вернее, 4 этажей это обширитель само, остальные 4 этажа это как бы, ну, это будет каворкинг-центр и тренинг-центр и все такое. И, естественно, самый главный вопрос, как потом можно будет сюда попасть? То есть вот через общественный фонд Мухалим? Через общественный фонд Мухалим именно тех детей, которые хотят быть преподавателями. И мы их как бы их отбираем, чтобы они потом, они были учителями в самом же ауле, где они, откуда они взялись. Вы или, например, ваша школа, да? Или нашу школу. В принципе, вы действуете как-то нестандартно, да? У нас бизнесмены строят школы для того, чтобы зарабатывать, да? Там выступают для того, чтобы тоже зарабатывать, да? То есть вы сегодня были у вас в школе, в которой вы строите на тысячу мест, да? Из них там 30% будут на грантах учиться. Вот эта школа Мухалим, не школа, а центр, да, где там студенты-педагоги могут поподнять, повысить свою квалификацию, пожить там, да? Читала один пост боксера Жанебека Алимханула, да, где он писал, тоже благодарил вас за поддержку. То есть вот этот путь к меценатству вы кому вообще показываете? Я это никому не показываю. Это... Хочу заметить, что это не только я там один. Это мои друзья, мои партнеры. Все эти проекты, которые мы пытаемся сделать, мы не для прессы, да, а-ля пиара самого себя, нет. Мы этим делом занимаемся не вчера. Мы этим делом занимаемся, я не знаю, все эти 20 лет. Мало по малому я этим занимаюсь всегда. Но об этом никто не знал, а сейчас, черт побери, этот инстаграм или что-то там, они там показала, наверное, да? но я там не один. То есть, мои друзья, мои соратники, партнеры, они все знают, желают, что можно как-то чем-то помочь. Да, она заразная, в хорошем смысле слова. Я знаю, что многие наши бизнесмены, такие же, как я, помогают. Мы можем их не знать, но они есть. Я вас уверяю, что есть такие же ребята в разных регионах. Я слышу, что они делают такие очень благородные, хорошие вещи. Я скажу так, что Брайал Тинцарин во времена Аллах-Арминцев, он, будучи преподавателем, говорят, привлек, открыл 40 школ, привлекая. Ну, он ходил, утром, днем преподавал в школы, по вечерам ходил к бизнесменам в то время, по ночам писал правила, книгу и так далее, и так далее. Тем самым, он открыл до 40 школ в разных местах Казахстана. Тем самым, у нас интеллигенция выросла. Откуда у нас интеллигенция вдруг вот так неоткуда взялась, аж Советский Союз побоялся его, потом всех репрессировали. Потому что один просто преподаватель поднял, поднял, скажем так, он увидел, что надо поднять интеллигенцию, поднять образование, знания, науку. И тем самым у нас появились такие знатные имена, которых, к сожалению, сейчас нету, которых просто очень в раннем возрасте их просто расстрелили и растрезали и там просто уничтожили. Мы это понимаем и тем самым мои друзья, мои партнеры, мы четко это понимаем, хотим, чтобы у нас возродилась наша интеллигенция, наша буржуазия, скажем так, которая может помочь, скажем, нашему обществу, сообществу, чтобы мы стали лучше. Бизнес это всегда про стресс, да, особенно когда у тебя там три с половиной тысячи работников, да, несколько заводов. Вот вы стрессоустойчивый человек? Я не стрессую. Это бесполезно. Надо принимать холодной головой какие-то правильные решения и дальше его развивать. Ну, у любой проблемы есть решение. Надо просто принимать. Если ошибки надо принимать как ошибки, если есть диалоги площадки, где можно урегулировать отношения, и мы как бы подходим к этому вопросу как очередной этап развития. А как мыслите, научиться мыслить, как вы масштабно, потому что есть люди, которые там жизни в Америке не были, да, в Европе не были, а вы с ними бизнес делаете. Вы в Америке сколько раз были? Я в Америке я каждый год три-четыре раза бываю по мере своей работы. Да, я очень много езжу. Я всех бизнесменам всегда говорю, ездите за границу, участвуйте в конференциях, выставках, потому что что такое конференция, выставка? Выставка – это когда любой отрасль, где наука или компетенция или продукция со всего мира собирается. И когда ты туда едешь, видишь новые технологии, новую продукцию, новые продукты. Осмотренность появляется. Да, конечно. И соответственно у человека развивается вижн, то есть видение, масштаб его мыслей. И соответственно не просто поехать шоппинг, что-то сделать, надо ездить, участвовать в этих конференциях. Ну и наказательно своей сферы, да? Не только. Не только? Не только. То есть человек должен всегда быть ну как бы желание искать, созидать что-то новое. Говорят же, что если вы все были ребенками, детьми, да, которым все время им что-то не хватает, тогда мир вы перевернули. Мы, к сожалению, становимся старше, перестаем интересоваться чем-то новым. Энергии становится меньше. Ну, не сказать. У ребенка энергии-то мало. Наоборот, у ребенка, мне кажется, у него может бесконечность. Все равно, если относительно, скажем так, киловаттами, килоджолами считать, его мало. То есть организм-то маленький, но у них желание искать новое очень большое. Родной школе тоже помогаете? Конечно. Как? Родной школы эрфомыша? А у меня просто родной школы три. Ну, давайте эрфомыша начнем. Эрфомыша, да, я помогаю. Вот, например, недавно нашим классом мы с друзьями помогли ремонт обшежития, часть секций. Также мы там помогаем по мере своей возможности учителям разного характера. Мы всегда рядом. И мы считаем, что такие школы должны быть больше. Это тоже мало для Казахстана. Но не все бизнесмены строят школы, за свой счет и отдают вот так управление. Ну, я за всех за них не могу ответить. сколько вы потратили на эту школу? До всех мы потратили порядка 7 миллиардов фенге. Можно было купить яхту? Я не знаю. Можно яхту за 7 миллиардов купить? Можно, конечно, но у нас задачи такого нет. Яхты у нас в море нет. Зачем нам яхту? Как говорится, у нас есть такое понятие стыдно быть богатой бедной стране. Я хочу, чтобы было богатых, умных, образованных детей у нас в стране больше и больше. И мои друзья, мои партнеры, мы как раз таки над этим работаем и пытаемся маленькую, хоть что-то внести, липту. Концепция школы их учить жизнью, учебу, знаниям, их подтягивать, чтобы они в будущем стали достойными людьми. Чтобы они стали как вы? Больше, лучше, чем я. Зачем такие, как мы? Как я, вернее. Надо лучше, чем я. Хорошо, когда вы запускаете эту школу? В следующем году, в сентябре. Как поступить сюда? Экзамены. Только экзамены. Но этим будет заниматься уже Нурор, да? То есть вы туда не лезете? Я туда не лезю. Я там никто, кстати. То есть мои дети тоже будут здесь учиться, если поступят, и я буду платить деньги. И мои партнеры, друзья, которые тоже вкладывали свои деньги, их дети тоже, если поступят, будут платить за школу, как и все другие. Многие бизнесмены говорят сейчас о том, что они не будут оставлять там наследство своим детям. Я брала интервью, у Игоря Рыбакова, он говорит, у меня дети там без квартиры, без машины. Ну, зачем? То есть они должны сами. А вы как? На самом деле у нас есть такая казакная судьба, я придерживаюсь, есть поговорка японская, родители работают, дети развлекаются, внуки нищенствуют. Это же, ну, тысячи лет назад выговоренные слова временем, и это не признавать невозможно. Соответственно, я тоже сторонник того, что люди, они должны сами развиваться. У меня есть партнер, у него дети уже взрослые, я говорю, ну, купи ему, подари машину. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, а ты, говорит, помнишь, как ты первую машину купил? Ну, как ты зарабатывал денег? Я это ощущение у него забирать не хочу. Я хочу, чтобы он сам заработал и сам эти эмоции, эти ощущения заработал и понял. И это мне нравится. При этом папа может ездить на Бентли, ты ходишь пешком и зарабатываешь на свою машину. Да. То есть, это правильное воспитание? Это правильно. Жуманвегий Собекович, спасибо вам большое. Я думаю, что для многих бизнесменов молодых, им как раз не хватает именно таких мотиваторов, которые могут рассказывать и, наверное, вдохновлять или воодушевлять. Потому что, к сожалению, не у всех есть такое врожденное чувство, я не знаю, бизнеса или там оптимизма, да, когда, несмотря на то, что даже происходят в жизни какие-то фейлы, ты там встаешь дальше и идешь. Ну, как вот 6 лет там ходили вокруг нашего правительства, чтобы получить месторождение, да, и при этом вы привлекли еще 35 миллионов долларов. Это очень круто. Спасибо вам большое. Я думаю, что вам понравилось. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова